Тульская область Далее ввести логин и пароль, такой же, как и на госуслугах. Если у вас нет аккаунта на госуслугах, то нужно зарегистрироваться, указав номер телефона и электронную почту. После выбираем свой статус в зависимости от состояния здоровья и местонахождения. Например, если вы здоровы и находитесь на самоизоляции, нажимаем четвертую кнопку. Далее заполняем анкету, указываем фамилию, имя и отчество, пол, гражданство, адрес регистрации. Нажимаем «Далее» и заполняем данные об удостоверении личности. Это может быть российский или загранпаспорт, паспорт гражданина иностранного государства или свидетельство о рождении. Ниже нужно ответить на вопрос о состоянии здоровья, есть ли у вас кашель, насморк, температура, боль в мышцах. Выбираем вариант «Да» или «Нет». Затем знакомимся с требованиями к соблюдению мер по самоизоляции и ответственности за нарушение карантина и отправляем анкету. Проходим опрос. Вписываем в соответствующие окна результаты измерения своей температуры и пульса. После этого можно регистрировать поездку. Указываем причину. Например, выезд за пределы Тульской области на работу, в медицинское учреждение или по семейным делам. После этого вы получаете QR-код и можете ехать. Когда вы вернетесь домой, нужно будет остановить таймер. Пропуск не нужно оформлять на детей до 14 лет.